Дорогие друзья, меня зовут Антонина. Приветствую вас на канале Дачный Сезон Круглый Год. Сегодня хочу познакомить вас с одним из самых вкусных, самых питательных, калорийных, аппетитных салатов, которые мы в доме называем с грибами. Да, этот салат действительно с грибами. Грибы мы берем вешенку, но пробовали и шампиньоны. Да, хороший вкусный салат с шампиньонами, но все-таки мы по традиции больше любим вешенку. Она более ароматная и более как бы интересная в салате. Вешенка, куриное филе, яйца куриные и лук репчатый. Всего 4 этих ингредиента мы берем в одинаковой пропорции. Да, вы скажете, лука меньше, но лук мы берем в одинаковой пропорции в сыром виде. А когда мы его обжариваем на растительном масле, лук, как вы знаете, уменьшается в размерах. И вот здесь у нас, не поверите, 3 хороших таких средних луковицы уже приготовленные. Итак, что мы делаем с вешенкой? Мы ее отвариваем в течение 20-30 минут в слегка подсоленной воде на небольшом огне. Солим, перчим и добавляем лавровый листик. После остывания мы вешенку нарезаем на длинные полоски. Этот салат вообще режется крупно, как сейчас, ну, в основном все любят. Так, одна плошка грибов, одна плошка репчатого лука. Сюда лучше подойдет обычный репчатый лук, не красный. Лук прожаренный до золотистого цвета. Слила подсолнечное масло, которое осталось после остывания. Лук и так впитывает очень много масла растительного, поэтому излишки нам здесь не нужны. Когда жарила, немножко присолила. Ну, еще два ингредиента, которые еще нужно доработать. Итак, как мы видим, режем все крупно. Куриное филе, я взяла два штуки. Это от домашних кур. Филе это поменьше. Если, конечно, покупное, оно может быть и в два раза больше. Поэтому смотрите, чтобы все ингредиенты были приблизительно одинакового объема. Филе мы режем напополам, поперек, а потом разрезаем еще напополам каждую из этих двух частей. Получается как бы с одного филе четыре части. И разделяем руками холодное уже филе, потому что горячее или теплое будет плохо разделяться. На волокна. Вот такая изюминка этого салата. Вы меня спросите, можно ли бедрышки куриные, там еще четвертинки куриные. Да, мы пробовали, можно, но именно филе куриное, оно более сухое, меньше впитывает в себя жиры, именно в процессе приготовления. И мы считаем, что все-таки куриное филе наиболее оптимально, потому что здесь жирный и лук жареный, и грибы имеют влажность, как бы излишнюю. Поэтому все-таки мясо нужно брать по суше. Впоследствии, когда вы уже распробуете этот салат, и он вам понравится, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Но я знаю, что, ну вот, например, в моей семье этот салат один из самых любимых. Он и питательный, и интересный, потому что здесь грибы есть. Не в каждом салате есть грибы. Он, как бы, и из минимального количества ингредиентов, что тоже очень важно в семье. И вот меня дети всегда заказывают, ты же грибной салат приготовь, там, пожалуйста, к празднику. Этот салат нам полностью заменил оливье, которое уже всем надоело, приелось, и как бы его уже и не хочется. И осталось порезать яйца вареные. Так как все ингредиенты у нас длинненькие, крупные, то и яйца мы нарезаем тоже длинненько и крупно. Как почистить особенно свежие куриные яйца, которые очень плохо чистятся от скорлупы, у меня есть видео на канале, внизу в описании дам ссылочку. Там я проводила эксперименты по совету из интернета, как все-таки почистить яйца. Ну что, я вам скажу, после этого эксперимента я яйца стала чистить только так. Не скажу, что может там 100% идеальный вариант, но 90% меня тоже устраивает. Вот эти яйца свежайшие, им там день-два от снесения. Я чистила именно по своему методу, который я нашла в интернете, и о котором я вам рассказывала. Салат получается питательный, ароматный, пахнет грибами, вешенка очень хорошо пахнет. Ну что, вот такое быстрое приготовление салата подошло к концу. Теперь его нужно красиво перемешать, чтобы не раздавить, но чтобы все ингредиенты перемешались. Смотрите, какой красивый аппетитный салат. Мы солили все составные части, кроме яиц, по чуть-чуть. И вот сейчас я соли не добавляю, потому что в майонезе тоже присутствует соль. Какой майонез добавлять, на ваше усмотрение, и домашний, и покупной. Сейчас у меня покупной. И еще сюда можно добавить, ну тоже на ваше усмотрение, перец молотый. Ну, как бы по классике, черный перец молотый. Я люблю добавлять смесь перца, но это тоже на ваше усмотрение. Можете вообще перец не добавлять. Салат и так будет очень вкусный. Ну вот и все. Настаиваться ему нужно, ну минут 20, не больше. Хранится в холодильнике тоже хорошо. Несколько дней может простоять. Вот такой вкуснейший, аппетитный. Ну, скажем так, необычный, потому что не так много салатов с грибами. Семейный салат на все торжества называется салат с грибами. Приятного аппетита! Попробуйте обязательно. Я думаю, как и у нас, этот салат станет вашим самым любимым на многие годы. Салат с грибами, курятиной, яйцами и репчатым луком. Минимум ингредиентов, максимум пользы, вкусноты и питательности. Приятного аппетита! Приятного аппетита!